В Кировском Криевическом музее в рамках шестой церковно-научной конференции «Обретение святых» прошла открытая лекция доктора исторических наук Владимира Лаврова об императоре Николай II. Подробности расскажет Кирилл Сосолятин. 28 июля 1914 года начался один из самых масштабных вооруженных конфликтов в истории человечества. Первая мировая война. В разные моменты истории России она носила разные названия. Великая война, Большая война, Вторая Отечественная, Великая Отечественная. В Советском Союзе империалистическое. С каждым названием менялся угол зрения, с которого общество смотрело на события войны и их смысл. Наконец-то процесс осмысления того, как было на самом деле. Мы проговариваем то, что было в действительности, о том, что война была оборонительная, что Кайзеревская Германия на нас напала, что мы остановили немецкую агрессию, приняли основной удар на себя. Одной из ключевых фигур в период Первой мировой войны для России стал император Николай II. У нас на самом деле был очень незаурядный верховный главнокомандующий император Николай II. Это мало кто знает. Мы вели войну отнюдь небольшой кровью. Нам удалось остановить немецких агрессоров на очень дальних рубежах. Ни к столице Петрограда мы не пустили немцев, ни к Москве. По мнению Владимира Лаврова, из Первой мировой войны, одного из самых судьбоносных периодов в истории России, важно извлечь единственный урок. Нельзя свергать законную власть. В такой момент, когда мы были на пороге победы, на пороге победоносного наступления, вот грянула февральская революция. И вот, к сожалению, пошло под откос. Мы должны это осмыслить, проговорить даже в деталях, как что было, для того, чтобы извлечь уроки. Кирилл Сосолятин, Руслан Быкасов, Вести, Кировская область.